Новогодний стол. Курица, оливье, селёдка под шубой, нарезка. Эти с детства знакомые нам блюда стоят на каждом столе в каждую новогоднюю ночь в каждой семье нашей страны. Одинаковые блюда в одинаковых салатницах на одинаковых столах. Но наши повара из самых обычных продуктов приготовят что-нибудь необычное. Каждый Новый год на столе чаще всего одни и те же салаты, одни и те же закуски. И это скучно. Я не люблю, когда каждый год готовлю одно и то же. И поэтому сегодня я купил продукты для классической сельди под шубой. Но приготовлю совершенно другое блюдо, которое будет намного интереснее, будет необычным, очень вкусным. Итак, сегодня со мной сельдь, картофель, свёкла, морковь, некоторая зелень, лук, чеснок и яйца. В общем, всё как обычно. Я добавил только несколько очень интересных компонентов. Я взял не солёную сельдь, как чаще всего берут для сельди под шубой, а свежую. Очень вкусная штука. Из свёклы и лука я приготовлю один из моих самых любимых... Это что-то между соусом и гарниром. Я приготовлю джем. Джем из свёклы и лука. Если вы не пробовали, обязательно приготовьте, это очень вкусно. И из морковки с картофелем, которые тоже являются классическими компонентами сельди под шубой, я сделаю пармонтье. Позже расскажу, что это такое. Что касается шубы. Каждый ингредиент этого салата наполнен политическим смыслом. Сельдь символизирует пролетариат. Картофель – крестьянство. Свёкла – красное революционное знамя. Блюдо возникло в 1918 году, в канун Нового года, и имеет название, аббревиатуру. Шуба, шовинизму, упадку, бойкот и анафема. Начну как раз, пожалуй, с пармонтье. Мне понадобится несколько морковин и, пожалуй, одна картофель. Но я думаю, что для небольшой порции мне будет вполне достаточно. Картофель очищу. Морковь, я думаю, чистить не буду. Она у меня, как видите, очень чистая, аккуратная. Я думаю, что её чистка – это в моём случае пустая трата времени. Попалась не самая идеальная картофелина, поэтому с ней будет немного больше мороки. Чуть больше времени я потрачу, чтобы её очистить. Но это нужно сделать обязательно. Всё, я очистил картофелину. И необходимо нарезать, в общем, хаотично, потому что впоследствии я буду пробивать блендером это пюре, поэтому способ нарезки здесь не важен. Но я нарежу картофель чуть-чуть тоньше, чем обычно, для того, чтобы он приготовился чуть быстрее. Ну и теперь морковка. Как я уже сказал, очищать морковку я не буду. Достаточно просто с двух сторон отрезать лишнее. Части, которые мне не подойдут, они тёмного цвета. И, в общем, чаще всего я просто срезаю их. И точно так же морковь я разрежу надвое и нарежу довольно тонко. Супер. Сразу возьму сотейник, чтобы он разогрелся на плите. Я хочу обжарить морковку перед тем, как делать пюре. Так готовое пармонтье получится чуть более сладким, более ароматным. Собственно, откуда появилось слово пармонтье? В эпоху просвещения был такой французский агроном, которого звали Агюст Пармонтье. И он известен в истории как популяризатор картофеля. Поэтому, на самом деле, практически любое блюдо, в котором есть картофель, может называться пармонтье. Но в современной кулинарии чаще всего пюре с добавлением картофеля, или суп-пюре, или пюре, которое вы используете как соус, называется пармонтье. В сотейник добавляю немного масла. Ну и сразу, пока еще не успел разогреться, ничего страшного, просто закидываю сюда морковку, чтобы не терять время зря. Теперь в пармонтье добавлю немного лука. Его также нужно очистить. В общем, все как обычно. Мне нужна только половина, поэтому вторую половину я оставлю неочищенной, чтобы лук не заветривался. Все аккуратно очищаю. Лук тоже нарежу, ну, насколько это возможно, мелко, чтобы много времени на это не тратить. Пармонтье позже я буду измельчать блендером, поэтому в данном случае даже нарезка лука не важна. И вместе с морковью лук тоже отправляется в сотейник. Все перемешаю. Ну что ж, продолжим дальше. Как я говорил, я сегодня сделаю очень классный соус к своему блюду, к блюду из очень простых продуктов, из продуктов, которые обычно идут в сель под шубой. Это будет такой кисло-сладкий соус, который очень круто будет сочетаться и с пармонтье, и с сельдью. Для него мне потребуется лук, немного свеклы и красновинный уксус. Для начала я очищаю лук, как обычно, очищаю его целиком. И параллельно не забывайте про морковку, ей ни в коем случае нельзя давать подгореть. Просто периодически аккуратно перемешиваю. Все лишнее. Убираю мусорную еду. Сначала нарежу лук. В данном случае ничего измельчать блендером не буду, поэтому степень нарезки здесь важна. И я думаю, что нарежу его просто полукольцами. Для джема мне также понадобится небольшой сотейник. Ну и в сотейник сразу добавлю небольшое количество растительного масла, на котором я позже буду обжаривать лук, чтобы у джема был вкус более сладкий, более насыщенный. Ну и теперь свекла. В данном случае, я думаю, половины свеклы мне будет вполне достаточно. Ну и как обычно, для работы со свеклой рекомендую надеть перчатки. Потому что свекла продукт весьма красящий и очень тяжело потом отмыться от ее шкупы. Есть два способа очистить руки от свекольного сока. Используйте раствор уксусной кислоты или растительное масло. Второй способ не совсем удобный. Руки надо намазать перед приготовлением пищи. Но зато вы точно поднимете себе настроение, собирая продукты по всей кухне. Вот. И, собственно, свеклу нужно просто очистить и потом нарезать на мелкие кубики, чтобы она не готовилась очень долго. Очищаю половинку свеклы. Параллельно не забывая перемешивать морковь. Все, она достаточно обжарилась. Теперь в сотейник с морковью добавляю картофель, воды. Да, и, кстати, я думаю, что здесь этому блюду совершенно не повредит небольшая веточка тимьяна. Моего любимого тимьяна. Итак, я продолжаю очищать свеклу. Последнее время открыл для себя безграничные просто возможности этого продукта. Я его и мариновал, и делал из него десерты, и делал супы. И, поверьте, раскрывается вкус свеклы каждый раз фантастическим образом. Теперь нарежу небольшим кубиком свеклу. Все. И аккуратно просто нарезаю свеклу мелким кубиком. И все-таки он есть, хочется сказать. Итак, продолжаю нарезать. Я очень надеюсь, что это блюдо, которое сегодня я приготовлю, знаете, оно будет не менее значимым символом Нового года, как и оригинальная сель под шубой. То самое блюдо, продукты для которого я сегодня купил изначально. Ну, мне кажется, что... Нет, разумеется, это блюдо, оно будет уступать сельде под шубой моей мамы, например. Но, тем не менее, мне кажется, блюдо, которое я сегодня готовлю, это отличная альтернатива стандартным рецептам, которые многие делают на Новый год. Итак, я нарезал свеклу. Сотейник у меня тоже уже разогрелся. Масло очень сильно раскрылось. Класс, то, что нужно. И теперь я просто высыпаю нарезанный лук прямо в сотейник. Все, я тщательно перемешиваю лук. И, я думаю, на какое-то время можно его оставить, чтобы он хорошенько карамелизовался. Далее. Красный винный уксус. Я приготовлю один такой тоже маленький, маленький дополнительный компонент своего блюда, который я тоже в последнее время очень полюбил. Я сделаю соленый желток. Я просто беру желток и кладу его на соль. Можно сделать небольшое углубление, выемку. И положить его прямо сюда. И точно так же сверху тоже закрыть небольшим количеством соли. Для чего это нужно? Соль вытянет всю влагу из желтка. И таким образом, по сути, получится желтковый соус, но который будет находиться в этой оболочке. Поверьте, очень классная штука. И использовать ее как соус тоже прекрасная идея. Так, у меня обжарился лук. Пахнет очень вкусно. Мой любимый аромат. И теперь в лук добавляю свеклу, которую я нарезал. Все, свеклу с луком перемешиваю и сюда добавлю немного сахара. Супер. И небольшое количество воды. Таким образом, за то время, пока вода испарится, свекла успеет приготовиться, ну и вода с сахаром превратятся в очень вкусный такой свекольно-луковый сироп. Так, ну что ж, теперь рыба. На самом деле, процесс ее разделки всегда очень муторный, всегда очень грязный. Поэтому я просто сделаю вот так. Ну вот примерно так я обычно поступаю с ней на кухне. Все, у меня готово. Отличное филе. Никаких костей, никакой чешуи. Ну что ж, перчатки мне больше не нужны. Джем почти готов. Запах потрясающий. Осталось только немного выпариться лишней влаги, и он как раз превратится в текстуру варенья. И, собственно, морковное пармонтье, которое тоже почти готово. Надо только извлечь веточку тимьяна, который я положил. Пока уберу в сторону рыбу. Все, снимаю сотейник с плиты и просто пробиваю все это блендером. Если вам кажется, что в сотейнике слишком много воды, как кажется сейчас мне, ее можно просто аккуратно слить в другую емкость. Для чего я это делаю? Просто я не хочу, чтобы готовое пармонтье у меня было слишком жидким. А лишнюю воду вы всегда можете добавить в процессе. Все, делаю это аккуратно, не спеша, чтобы ни в коем случае не забрызгать себе всю кухню. У меня довольно высокий блендер. Не все получается измельчить сразу, поэтому я перелью все содержимое в специальный стакан. И еще раз повторю то же самое. Супер! Получилось очень ароматное морковное пюре. Посмотрите, очень однородная текстура, очень нежная. Все, что осталось, это добавить небольшое количество соли. И, пожалуй, все. Если хотите, можете добавить сюда дополнительно специи. И, не знаю, хмели-сунели или куркумы, они также отлично будут сочетаться со всеми другими компонентами. Почти готов джем. Ну и теперь самый захватывающий, пожалуй, момент. Это сельдь-конфи. Многим известный, очень распространенный, очень популярный способ приготовления продуктов. Просто в масле, ну, я бы даже сказал, скорее в жиру. Все, что нужно, я просто добавляю в сковороду масло. Нужно довольно много масла, потому что необходимо, чтобы большая часть рыбы, хотя бы большая часть, но в идеале, конечно, целиком, была покрыта маслом. Ну, или, как я говорил, жиром. Для конфи всегда использую чеснок и свежий тимьян. Поэтому все, что нужно, это просто очистить один зубчик чеснока. Я думаю, что в данном случае его будет вполне достаточно. Одна веточка тимьяна, кладу ее в масло. И чеснок. Просто раздавить его ножом. Немного посолю кусочек сельди в филе. И аккуратно положу в масло. Отлично. Этого количества масла мне достаточно. Чтобы приготовить действительно идеальное конфи, необходим термометр. Нужно выдержать определенную температуру. Но у меня сейчас его нет с собой, поэтому, ну, и дома я им довольно редко пользуюсь. Поэтому я просто кладу продукт в холодное масло. Ставлю на довольно сильный жар и дожидаюсь, пока небольшие пузырьки начинают подниматься с дна посуды. В данном случае сковороды. И просто в этот момент убираю ее с огня. 5-8 минут и продукт готов. Ну, это если мы говорим про рыбу, разумеется. Тем временем джем у меня готов. Получилась очень густая смесь. Пока что джем немного жидковат, но это только из-за того, что он еще очень горячий. И для того, чтобы готовый джем не засахарился, чтобы он был более сбалансированным, просто сюда добавляю немного винного уксуса. Все, можно еще раз довести джем до кипения, чтобы лишний уксус выпарился. Все, масло разогрелось. Просто убираю с огня филе. Оно очень тонкое, поэтому через 2-3 минутки будет готово. Все, вскипел джем. Плиту тоже можно выключать. Ну, и осталось только выложить все на тарелку. И единственное, только один маленький момент. Желток, который лежит у меня в соли, необходимо очистить от излишков, которые к нему прилипли. Для этого нужно всего лишь промыть его в небольшом количестве воды. Поэтому возьму небольшую миску. И это нужно делать очень аккуратно, потому что оболочка у желтка очень нежная. И я думаю, удобнее даже будет это сделать ложкой. Нужно аккуратно поддеть желток и просто опустить его в воду. Ну, супер, получился желток, который снаружи имеет довольно плотную оболочку. Хрупкую, скажем так, но весьма плотную. А внутри он кремовый, как очень хороший соус. Поэтому его я просто слегка просушу на салфетке, чтобы ушла лишняя влага. И все, все готово. Выкладываю на тарелку. Рыба уже готова у меня. Ее тоже необходимо просушить от излишков масла. И просто с помощью лопатки аккуратно достаю ее из довольно горячего масла. Обратите внимание, все, рыба полностью готова. Она довольно упругая, что говорит о ее готовности, но все еще очень нежная. Вообще, в чем смысл приготовления продукта конфи? По сути, я сварил эту рыбу. Но из-за того, что очень высокая плотность у масла, оно сохраняет больше соков. Больше соков в продукте и в данном случае в рыбе. Поэтому, на самом деле, конфи – это мой любимый способ приготовления рыбы. Сначала выложу морковное пармонтье. Если вы готовите это блюдо для большой компании, возьмите рыбу целиком, залейте ее большим количеством масла и поставьте в духовку градусов на 80-90 минут на 20. И у вас получится точно такая же, очень нежная и очень вкусная сельд-конфи. Очень аккуратно выкладываю желток. Супер! И также аккуратно выкладываю его в тарелку. Ну и, конечно, джем. Пожалуй, мой любимый компонент этого рецепта. Ну что ж, все готово. Сегодня я приготовил очень красивое, очень оригинальное и, поверьте, очень вкусное блюдо из максимально простых продуктов, из которых вы могли приготовить просто сельд под шубой. Вот вам достойная альтернатива – филе сельди конфи с морковным пармонтье, джемом из свеклы и лука и соленым желтком. Новый год – время чудес, поэтому пустите немного волшебства на свою кухню.